Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! Февраль, двадцать восьмое. Священномученик Протерий, Патриарх Александрийский и с ним пострадавшая. Во время Патриаршества Диаскора, 444-51, который был последователем монофизитского лжеучения Евтихия, в Александрии жил пресвитер Протерий, который бесстрашно обличал еретиков и исповедовал православную веру. В 451 году на Халкидонском Вселенском Соборе ереси в Тихии было осуждено и составлено определение, по которому Христос исповедуется как совершенный Бог и совершенный человек, пребывающий в двух природах, неслиянно и нераздельно. Еретик Диаскор был низложен и изгнан, а на Александрийский Патриарше престол был возведен Протерий, отличавшийся строгой и добродетельной жизнью. Однако в Александрии оставалось много приверженцев Диаскора, которые восстали против избрания Протерия, произвели мятеж и сожгли воинов, присланных для их усмирения. Благочестивый император Маркиан, 450-57 годы, лишил Александрии всех льгот, которыми они пользовались, и послал новый усиленный отряд воинов. Тогда жители города смирились и просили Патриарха Протерии ходатайствовать перед императором о возвращении прежних привилегий. Незлобый святитель согласился и легко достиг Просимова. После смерти Маркиана еретики опять подняли голову. Преститер Тимофей, домогавшийся патриаршего сана, воспользовавшись отсутствием правителя города, выступил во главе мятежников. Святитель Протерий решил оставить Александрию. Но в ту же ночь он увидел во сне святого пророка Исаии, который сказал ему, возвратись в город, и там я буду ждать тебя. Святой понял, что это предупреждение о мученическом и кончине, возвратился в Александрию и укрылся в крестильне. Мятежные еретики ворвались в это убежище и убили патриарха и еще шесть человек, бывших с ним. Их не остановило даже то, что происходило это в самый канун Пасхи, Великую Субботу. В ярости своей они дошли до того, что, привязав веревку к телу убитого святителя, вытащили на улицу его. Били, терзали и, наконец, сожгли, а прах развеяли по ветру. В 457 году. Православные известили об этом святого императора Льва 457-74 года и святителя Анатолия Константинопольского патриарха 449-58. В Александрию прибыло войско, мятеж был подавлен. Тимофей предан суду и сослан. По кончине священно-мученика современные ему четыре епископов ракийские писали. Святейшего протерия полагаем в чине и лике святых и просим Бога быть милосердным и милостивым к нам его молитвами. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.